сразу черными рисовать новогодние что мы рисуем снеговиков на тарелке снеговиков давай одни одного а нескольких снеговиков нарисуем можно разноцветный далеко тарелку не убирай старайся вот так держать чтобы хорошо видно привет ребята вы на канале рыбакит свои рисунки можете присылать на группу вконтакте да все рисуй как рисуй мы стараемся вас публиковать и сразу будете смотреть что кто нарисовал я тоже я буду снеговиков одноцветных сегодня во первых я хочу побольше снеговиков нарисовать не одного а нескольких сначала нарисую одного маленького девочку снеговик девочка я не знаю кто рисовал на тарелочках но мне это нравится я даже не знаю кто это придумал это просто вот как-то мы с вами сидели и нам делать нечего было мы конечно рисовали на тарелочках каждый день мы рисуем на тарелочках так пока нам еще больше новых писем нету так что спасибо что старые прислали здесь надо что-то подложить как всегда бликует сильно тарелка вот так не будет бликовать у тебя у тебя не бликует у меня бликует как рисовать на тарелках пока вы смотрите я вам рассказываю то плохо рисует фломастер как рисовать надо взять тарелку белую лучше и лучше взять всего фломастеры которые смываются вы проверьте потому что если они не смываются ваши родители будут очень недовольны может они скажут что о хотя нет знаешь может какие-то родители придет мама скажет мой сын гений и эту тарелку как бы на всю жизнь сохранит я сомневаюсь конечно как случится и чтобы если вы если будет как бы побаиваетесь того что мама такого не скажет тогда возьмите лучше водорастворимые фломастеры и уже со спокойной душой рисуйте мы рисуем снеговиков потому что это новогодние мне кажется и можно весело нарисовать я постараюсь девочку нарисовать сейчас снеговика девочку потом очень легко смывать тыкать не смывал никогда фломастеры поднесешь потом к воде нажмешь как бы капелька попадает растекается так можно даже потом принести у нас есть и краска для вода для гуаши мы потом как на глазу и они прям и исчезнут наши рисуночки они не сохранятся кстати да нельзя трогать самому потом чтобы руки чистые были она очень легко смывается что расскажешь как пока мы как бы я хочу чтобы ты что-нибудь трансляции того что-нибудь рассказывала интересное что-нибудь ну какой мультик например ты смотрела недавно какой-нибудь интересный может быть нет ты же каждый день говоришь черепашек не смотришь не каждый а мы часто смотрим с пацанами черепашек не нравится мне хочется какая-то чтобы ты как-то что-то интересное сказал ребятам вот что интересно самой рассказать а может быть ты хочешь чтобы я поспрашивал тебе но то как-то как-то ты молчи прошлый раз ты разговор разговорил все ты стесняешься может быть ну что тогда тебя интересует например что тебя интересует в жизни вот тем бы ты хотел оставить пример на что спрашивать хирургом врачом громче говори громче скажи я хочу стать хирургом давайте какой-нибудь оброс устроим в если уже люди смотрят давайте расскажите кем вы ребят хотите стать почему я это спрашиваю потому что я знаю что у меня молодые люди ребята смотрят чтобы видно было что-то рисовала катего да давайте я у а не спрашиваю вани у всех ребят кто ко мне приходит я спрашиваю кем ты хочешь стать понимаешь у катя например катя хочет от хирурга ты знаешь такой хирург он там что-то делает режет врач такой я бы ты не боишься например страшновато я бы побоялся а ты крови не боишься я боюсь когда кровь знаешь так страшновато если вы я хочу быть кондитера вот кто художником саша бро хочет быть художником и одобряем да я я прикольно днепр студия говорит что прикольно я не знаю кем я бы хотел стать в детстве но мне не хотелось стать художником я не стал художником просто я умею рисовать но к примеру если вы хотите просто ходить рисовать то не обязательно стать художником если слушать музыку то не обязательно быть музыкантом не обязательно быть кем-то на всю жизнь можно просто попробовать играть на гитаре но не значит я музыкант вот так вот о чем хирургом кстати по-другому не попробуешь, надо порезать кого-то, тогда ты станешь хирургом, а это опасно, не режьте ребята, не балуйтесь. Я строителем, Ксилиган Херо хочет стать строителем, это достойная, кстати, сейчас это, да вообще всегда строительное, это все-то, я знаю, если ты хочешь быть настоящим строителем, таким, ну, знающим, то это очень крутая работа и очень сложная. Я недавно строил дом, и как строил, ну, как бы, занимался строительством домов, и вот это довольно сложно узнать, что, почему, много всяких вещей нужно знать, и это очень сложно, столько всего, мама не горюй. Ребята, пишите в комментариях, кто помнит, что мы после Снегайков будем рисовать. А ты забыла? Тебе интересно, да, что люди помнят или нет? Да, если узнать, мы один раз вначале сказали, что мы будем рисовать, так что, если вы запомнили, у нас есть подсказка, можем посмотреть. Так, я футболистом, Никита хочет стать футболистом, это работа такая футболистом, или ты просто хочешь поиграть в футбол пойти, потому что работа футболиста, я знаю, очень тяжелая и опасная. Вот мой папа хотел стать футболистом, он один раз на чемпионате играл. Это опасно же? Нет? Ему понравилось? Да. А сейчас чем он занимается? Ну, он работает стоматологом-хирургом. Он как раз и занимается вот хирургом, режет кого-то, да там? Нет, стоматолог. Ну там, а стоматолог приходит к врачу и говорит, у меня болит зуб и сильно-сильно, или челюсть, ему режут там челюсть, представляю, так что, ой-ой-ой, страшно. Надеюсь, у меня зуб не заболел. Давай что-нибудь про доброе, не про зубную боль, а что-нибудь доброе будем рассказывать. Пока что мы рисуем снеговиков на тарелке. Вы можете присоединяться, рисовать и прислать ваши работы. Мы уже говорили, куда присылать в группу вконтакте. Ссылочка есть в описании. Мы показываем, а потом обсмотрим все работы в конце трансляции, сколько нам прислали, посмотрим, расскажем, что мы думаем. А сейчас я рисую папу. Мама не влезет уже даже, я рисую таких надежных снеговиков большими. Что ты ищешь, Кай? Не черный у него. Вот у меня есть черный, я тебе сейчас дам. Секунду и дам, ладно? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он не нашла. Нашла, он может не писать еще, но вот у меня есть черный, если что дам. Так, мы стараемся по-быстренькому все клево нарисовать, поинтересней. Может быть бликует, но вот таких не пишет, но черный мой. Многие фломастеры у нас уже перестали писать за годы рисования. Мы редко рисуем фломастерами, так что извините, но у нас их много, очень много. Но мы рисуем, но не так часто, потому что мне кажется, фломастерами не так полезно рисовать, как, например, масляной пастелью. Понимаешь? И я больше рисую фломастерным пастелью для ребят, везде. Ну, стараюсь больше рисовать полезными, чем не полезными. Например, фломастерами всегда дети любят рисовать, раскрашивать, и довольно сложно рисовать фломастерами, раскрашивать. Кто-то спросит, почему у меня снеговик черный. Я художник, прикольно, я футболистом, я строителем. Класс. Спасибо, что ответили. Да, пожалуйста, вы класс. Спасибо, ЛПС Лайм. Вика, Вика, я хочу стать, когда вырасту, я хочу разводить кошек и собак. Знаешь, кошки без тебя, мне кажется, будут разводиться отличные собаки. Они так разводятся, там на соседнем дворе так разводятся, прям мы не знаем, что делать за ними кошками. Так что осторожнее, они сами разводятся. Может быть, ты будешь ветеринаром, то это хорошее. Вот у нас, например, Тоби маленький завалил, его клещ укусил. Пришлось к ветеринару везти, он помог, вылечил, вот это спасибо, это хорошее. А разводить кошек и собак, в смысле разводчиком быть, таких каких-нибудь супер породистых, да? Ну, тоже идея хорошая, как бы нужно, чтобы породистые кому-то нравятся. У меня простые собаки без породы все. И кошки, которые у меня были, они тоже без породы. Милана, привет. Милана пишет нам, привет. Не виделись сто лет, я даже заскучал. Это из Груффало. Мы нарисовали снеговиков. Сейчас получше их покажем. Ну вот мы старались. Я старался. Ты спросишь, почему у меня, Александр? Да, спросите. Вау, черный снеговик у Кати, черный снеговик. Потому что у нее черный... Оля, привет. Оля, привет, please. А ты не знаешь, Олю, да? Иногда там приходят какие-то знакомые, те, которых мы хорошо знаем. Например, Твилла Волф. Твилла Волф или еще ребята. Мы тогда им привет передаем. Гриша, привет. А если вы как бы... Если вы будете присылать постоянно свои работы, мы как бы вас узнаем, познакомимся побольше, поближе и будем знать уже, что вы такой-то такой-то к нам приходите каждый день. А так мы, честно, трудно запомнить, сколько к нам ребят приходит. Да? Давай пока, почитай комменты. Я посмотрю, что к нам прислали. Если нам прислали снеговиков на тарелке, это будет просто супер. Мы такие, вау. И нам еще ни одного доната не послали. Мы как бы ждем, когда донат наш затанцует. Опа. Оооо. Ооо. Это моя идея с Ни Джиоевой. Шикарно. Качаем, долгодим. Это моя идея по сердечке. Это Анна Джиоева. Давай Анну Джиоева. Сначала Анну Джиоева подпишем. Анна Джиоева. Если я ошибаюсь в фамилии, то извините, мы стараемся. Анна Джиоева уже прислала. Два. Напишем два. Анна Джиоева два. Тебе два. Снежинка. Нет, нет, пять я хотел сказать. Пять, не два, а пять. А это прислала Вика Вика. Вику тоже скачаем. Прикольно. Прикольно, но не по новому году. Просто напишем Вика. У меня не инвексива. Вика Ежевика. Вот так вот. Мы всех их посмотрим в Вика Ежевика. Да, Вика Ежевика. Вика Ежевика нарисовала классных медвежат. Классного. Классного. Мне показалось, что у него вместо пупка еще один там. Медвежонок сидит. Попробуем сделать получше, чтобы видно было его. Просто видно. Качество фотографии не очень хорошее. Вика Ежевика. И вот это просто суперская снежинка от Анны. Ау, вау. Похоже на нашу. И как бы, вот видите, можно даже... Кстати, вот все думают, о, такой скрочнот. Надо пойти и купить такой. А она такая, да чук, смотри, у меня это обычный блокнот. Я возьму, да нарисую и все. Во, вот так. Так и надо как бы. Не надо тормозить что-то специально дорогое покупать. Фу, вау. Так что смотрите. Привет, 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 извините. Я сниму на донат. Нет на донат. Ну, неважно как бы мы, если вы молодой человек, маленький, как бы ребенок, и вы не зарабатываете свои деньги, Ну, не надо как бы вас, я не прошу. Если у вас есть родители, к примеру, или родители смотрят наше шоу часто, и они видят, что они одобряют этот канал, к примеру, то они хотели бы помочь, к примеру. Потому что помощь, она никогда не помешает, лишней не будет, потому что явно нужно каналу развития, и это было бы замечательно, что-то интересное сделать получше. Например, сделать там лучше видеокамеру, лучше звук, чаще встречаться, потому что довольно трудно после работы вот так в выходные сидеть и рисовать. Ну, еще написал с Новым Годом. Нет, снеговики. А, снеговики, да, снеговики. Ну что, ребят, можно нарисовать очень просто и понятно. У меня девочка, я нарисовал Катю снеговишку. Катя снеговишка. Катя, ты можешь показать пока эти фокусы, пока ты по фокусу показывай, да? А Катя нарисовал черный. Ну, давай я тебя спрошу, почему у тебя черный снеговик? Ну, не знаю, просто его грязью залепли. Я думаю, что у меня снеговики лесные или, например, около мороженой фабрики работают, да, или конфетной, да? А у тебя вот этот, это явно, этот снеговик около Москвы наверняка особо. Нет, я уверена, он трубочистит. Снеговик этот, трубочист? А может быть он просто из московского снега, из какого-то большого города, где много смога, много грязи. В группу я отправила елку. О, сейчас зайдем, мы как бы сначала оценим наши работы. Хотелось бы капнуть, и такие снеговики бы расставили. Сейчас мы поставим на паузу, зайдем и все посмотрим, ребят. Так что, давай, пауза. Фломастеры убираем. Пока можешь почитать, ответить приветы. Привет нам, Патя. Это снеговик с моря приехал. Точно, загорел снеговик. Моречка. 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 Моречка.